Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В преддверии 8 марта, ну, еще нам несколько, так сказать, неделю до этого светлого праздника жить, и все же, в преддверии 8 марта вспомнил я тут песню Александра Галича. Помните, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира, и как ему подложили бумажки, которые предназначались женщине. И вот он выступает. «Израильская, я говорю, военщина, известна всему свету. Как мать, говорю, это как женщина, призывая убийц к ответу». Вот, как мать и как женщина. И вот эта вот такая очень советская формула, она вызывает целый ряд ассоциаций об особой роли женщины в советском обществе. Как мать и женщина. То есть женщина должна была быть матерью и в то же время женщиной-работницей. То есть обладать каким-то особым статусом, какой-то особой легитимностью, что ли. И вот это ставит вопрос, что такое быть матерью. В современной России. Особенно сейчас, когда у нас государство так активно призывает воскрешать институт семьи и многопоколенной семьи, чтобы все вместе жили с бабушками, с дедушками, чтобы детей много рожали. И каким-то таким естественным образом государственная политика, правда не политика, а скорее идеология, выдвигает фигуру матери на центральное место. И мне кажется, это очень интересный повод для того, чтобы поговорить о том, что такое быть матерью, что такое было быть матерью в Советском Союзе. И вот в сегодняшней России. И в гостях у нас Ольга Исупова, доцент кафедры демографии Высшей школы экономики. Добрый вечер, Ольга. Ну и, собственно, вот эта тема, которая... У вас как-то, так сказать, она вызывает какие-то ассоциации? Вот это как мать и как женщина такая вот... Вы имеете в виду этого климата Петровича Соломейцева? Да. Конечно, я Гальча очень люблю, просто последние годы как-то не приходилось его слышать. Все время что-то новенькое происходило. Ну да, да. Да, так это да. Там, по-моему, даже не совсем точно процитировали, но это неважно. Суть вы передали, правильно. Сейчас больше Слепакова слушают. Ну да. Ну и все же, мне кажется, что вот за этой формулой стоит какая-то вот такая особая роль женщины, которая, так сказать, должна была быть представлена в общественных советах. Да, обязательно, так сказать, какая-то квота была в Верховном Совете. И вот какая-то вот Танаса обязательно на митинге должна была выступить женщина и сказать, вот так сказать, по-женски. Ну да, да, это давно так было. В принципе... Это признак эмансипации советской женщины? Ну, то есть, как всегда можно сказать по-разному. Вообще есть разные культурологи, не русские, не советские, которые вообще считают, что в традиционной даже русской культуре вот именно образ женщины, именно как матери, всегда возвышался в большей степени, чем в западной. Ну, то есть, это вообще имеет какие-то глубокие культурные корни. А что касается советской, то там тоже своя сложная история, связанная с 8 марта и с Александрой Калантай, и с бабями этими хлебными бунтами еще во время революции. Ну да. Вот, потому что вроде как даже по какой-то из версий революции женщины началась. Началась с бабих бунтов, да, да. Да, да, да. Поэтому как же уже было совсем-то без них. Ну, плюс еще сама Александра Калантай, я думаю, тут личностный фактор имел тоже какое-то значение. То есть, она продвигала что-то такое, как мы сейчас на современном языке сказали бы, продвигала что-то важное для себя. И у нее это до какой-то степени, до какого-то времени получалось. Вот. А зачем это потом было нужно советским лидерам? Там по-разному было. То есть, сначала, видимо, они с ней были согласны, а потом мы же знаем, что Сталин, в общем, вел такой реваншизм гендерный, начиная там с 36-го года, как минимум. Ну, раньше это началось, просто с 36-го уже резко. И именно при этом возноситься стала именно материнская фигура. Потому что при Калантай, наоборот, аборты были разрешены, браки там были приравнены, фактически, и зарегистрированы в 26-м году. То есть, там было либеральное развитие, о котором сейчас забыли. Ну да, крылатый, крылатый эрос. Ну да. Ну да, и при Сталине началось вот это вот закручивание гаек, которое, в общем, до 60-х, фактически, до 70-х, криминализация абортов и так далее. Нет, 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 вы немножко, немножко, немножко тоже сейчас перегибаете. Аборты были снова разрешены уже в 50-х. А, уже в 50-х, сразу после смерти Сталина. Ну, фактически, примерно в это время, да. То есть, был запрещен аборт в 36-м, в 44-м развод. Специалисты, конечно, если меня сейчас кто-то услышит, они скажут, что никогда он не был запрещен. Но он был дико ограничен, то есть, фактически запрещен. Так же, как и развод. Но развод только в 44-м году, в связи с войной. Ладно, не будем сейчас о войне. А вот интересно, смотрите, но все-таки при этом у нас назывался Международный женский день, да? А вот аналогичный праздник где-нибудь в Америке или во Франции называется День матери. Почему у нас не было Дня матери, а был именно женский день? Ну вот у нас, да, интересный был такой советский образ. У нас в тандеме это все должно было выступать в таком. То есть, каждая женщина должна была быть все-таки не только матерью, но и работницей, потому что в женской рабочей силе советское государство нуждалось практически всегда. То есть, сначала это, возможно, было какое-то раскрепощение, еще отчасти идеологически обусловленное. Но, начиная с послевоенных времен, ну, собственно, мужчин было мало, и работать фактически кроме женщин-то было особо и некому. Если в Англии, в Америке во время войны женщины тоже все вышли работать, то после войны мужчины их вытесняли обратно с рабочих мест. И начался вот этот бэйби-бум, потому что им надо было чем-то заняться. А у нас-то мужчин-то совсем не осталось, поэтому так надо было оставаться на работе. И вот, да, и получилось, что отчасти из-за демографической проблемы, из-за того, что выбиты мужчины войной, и, в общем-то, из-за темы алкоголем, и вообще общей нашей образом жизни. Да, это все как-то уже цеплялось одно за другое. У женщины получилась такая двойная нагрузка, получается. То есть, с одной стороны, наследие эмансипации, долой кухонное рабство, а с другой стороны, вроде как, и образ матери. Ну, в общем, получается, что эмансипация в результате была настолько, как бы, ее репутация была настолько у нас испорчена, что наши женщины до сих пор, многие говорят, что феминизм там вообще это плохо, потому что они вот именно привыкли к этому его советскому лицу, которое просто в результате выразилось это все в том, что на плечи женщине было возложено абсолютно все, все, что было, то есть и работа, и дети, и все это было ее долгом, ее моральным долгом, то, чего, в общем, не было, пока не было еще, по крайней мере, в западных странах. Хотя там уже тоже некоторые начинают на это жаловаться. Ну, согласитесь, что все-таки инфраструктура была достаточно серьезная для того времени, даже если все эти ясли, сады, там, фабрики кухни, там, где они были, пионерские лагеря. То есть, по большому счету, как-то вот я в одной из ваших статей считал, что женщина была замужем за государством. То есть, можно было на государство положить ребенка очень сильно? Положить можно было, да, но тут, опять-таки, есть разные мнения. Кто-то где-то нашел статистику, что по-настоящему детских садов прям никогда не хватало, но я нашла другую статистику, и все-таки, ну, даже в колхозах были какие-то ясли. Они работали не круглый год, но, допустим, они работали в летнюю страду. В принципе, это вот везде, везде, везде во многих местах. И да, хотя ей не хватало, но идеологически, по крайней мере, со всех стен, так сказать, со всех лозунгов, везде звучало, что на государство женщина может положиться. И фактически мужчина в семье было не нужно, он не должен был на семью отвлекаться. То есть, ну, где-то как-то лучше было ему присутствовать, но не обязательно совершенно. А детей могло, да, расти государство. Правда, нигде не было сказано, что я сам буду отцом ваших детей, как в другой стране. Это где? Это Гитлер заговорил. А, да, 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 да. Но элементы того же месседжа просто по-другому напередавались. Ну да, такая вот, мы еще поговорим в этом слове, биополитика государства, да, когда суверенно государь является отцом одновременно, да, отцовской фигурой для всех. Ну и согласитесь, система была достаточно эффективная. Даже я свое советское детство вспоминаю, 70-е годы как раз... Да, я думаю, мы с вами просто росли в довольно благополучной такой страте общества. Может быть, не везде это все было так. Ну, в Москве, я думаю, да, многие, кто нас слушает, тоже, в общем-то, Москва с московской какой-то структурой связаны были уже там не одно десятилетие. Ведь, ну, смотрите, и во дворе можно было гулять достаточно. О, да, эта тема просто, да. Потому что это везде так было, до сих пор говорят. Но сейчас я тоже только как мифы и сказки слышу, потому что я этого не вижу. Что где-то там за пределами Москвы, в замкатье, дети тоже одни гуляют на улице. Но это сейчас очень не приветствуется. Сейчас родители в этом обвиняют и могут за это чуть ли не в тюрьму посадить. Какие-то штрафы, во всяком случае, обсуждаются. И вводятся. А мы действительно выросли, несмотря на то, что были в самых благополучных, думаю, семьях, но, в общем, мы выросли на улице в основном. И все мои вот друзья моего поколения выросли именно на улице. Улица могла там влиять плохо, могла там хорошо. Но да, можно было вот просто ключ на шею ребенка повесить, и он ходил себе гулял. Ну, потом я вспоминаю, там я уже, по-моему, я с 7 лет пошел, с 6 лет пошел в школу, но не в 6, но с 7 лет я в одиночку ездил на метро на другой конец Москвы, там в бассейн плавать, в Лужники. Я абсолютно помню, как я самостоятельно там мог возвращаться в 10 вечера, в 11 вечера, там уже там 8-9 лет. Да, я слышала такие истории вот от многих тоже людей, что вот мой ребенок там с 8 лет ездил в школу на другой конец Москвы на двух там с двумя пересадками. Я не с 8, я с 10 и не на метро, а на двух троллейбусах, но да, все это было, ну, да. То есть в этом смысле государство обеспечило общественное благо, в этом смысле безопасность, да? Ну, как бы это вот сложный вопрос. То есть это еще, может быть, люди в то время еще не были так недоверчивы друг другу, и тут они еще на какую-то свою прежнюю деревенскую культуру полагались. Вот фильм «Подкидыш», который я там не зря цитирую, его ведь можно с этой точки зрения посмотреть. Вот потерялась девочка, ей 4 года, она бегает где-то там по улицам. Ты в 30-х? Да, и нет ни одного человека, который не оказал бы ей помощь, который хоть как-то не помог бы. То есть ему, в принципе, этим взрослым, либо им действительно можно было доверять, хотя я уверена, что преступления против детей совершались иногда и тогда, либо просто все думали, что им можно доверять. Плюс были всякие эти бабушки, тетушки и так далее, которые реально воспитывали чужих детей на улице, и ничего им за это не было, кроме хорошего, кроме благодарности. Да, и соседям всегда можно было ребенка оставить. Если ребенок из школы приходил, там соседка покормит. Да. И на улице... Мария Ивановна, покормите, покормите котлетами или там разогрейте суп. Да, да, да. И на улице просто, если видели, что с детьми что-то не то происходит, чужие люди вмешивались и как-то там вот все исправляли. А сейчас вот совершенно в этом отношении культуры изменилось. То есть как бы вроде ничего никого не касается, и вообще не трогайте моих детей, и в то же время и не помогайте моим детям, получается. И школа, мне кажется, совершенно другая в Советском Союзе была. Вот как бы родители сдавали ребенка в школу, и дети сами уроки делали и так далее. Родители там типа узнавали, в каком классе ребенок, и все. На самом деле мне вот как бы в порядке критики некоторых, хотя, конечно, мою статью там почти всем она понравилась и так далее, в порядке критики некоторые мне пытались, но я очень долго готовилась к ней. Я писала в интернете, на фейсбуке и так далее. В общем, все эти аргументы я, мне кажется, могу перебороть. Что с кем-то уроки делали и тогда. Ну, во-первых, все работали. То есть делать уроки с ребенком могла либо бабушка, которая часто была неграмотной и не очень понимала, чему его учат, либо неработающая мама, а это, значит, были либо жены военных, либо жены дипломатов. В общем, у меня в классе, хотя это была французская спецшкола, таких было две. И вот они делали с детьми уроки из 30 человек. Остальные сами. Вот. Если кто-то болел, то были занятия для пропустивших. Если кто-то там не справлялся с программой, я не знаю, что было, я, в общем, более-менее справлялась. Но какие-то дополнительные занятия были всегда. В любом случае, никто не пытался решить эти проблемы с помощью родителей. Никто не задавал родителям уроки. Ну, как бы, уроки надо не детям, а родителям. Ну, да. То, что сейчас является нормой, на самом деле, во всех школах, и в частных, и в государственных, к сожалению. По крайней мере, в Москве. Почему? Я не понимаю. Почему? Вот, действительно, сейчас я тоже постоянно сталкиваюсь и у знакомых. Все с детьми сидят, делают уроки. Раньше как бы сам там, типа, Петя сделал уроки, сделал, ну, иди погуляй. А сейчас, как бы, все-всем, всей синагогой вообще делают уроки. Да-да-да. Это просто страшно, да, это просто-просто ужасно. А почему так изменилось? Почему так изменилось? Тут сложный процесс. Почему вот это произошло? Ой, ну, с одной стороны, когда вот случилась перестройка, у нас несколько, так сказать, ну, как я и в статье пишу, разделились женщины, появились профессиональные мамы, так называемые. То есть некоторые женщины остались дома, и им стало это интересно. Они захотели во все вовлекаться, они захотели сами участвовать в процессе обучения своих детей, учиться там вместе с ними и так далее. Появился такой сегмент. И с их помощью появились различные там, ну, с их активным участием и специальные такие школы на это рассчитаны, и различные развивалки и так далее. Но это все-таки небольшой сегмент, он никогда не был большим. А большинство женщин продолжало работать и продолжало по инерции рассчитывать на то, что вот когда ребенок пойдет в школу, ну, даже если не хватит места в детском саду, там, ну, уж когда он пойдет в школу, тогда-то я смогу наконец-то заняться работой, с собой, карьерой, личной жизнью, чем угодно. Но это совершенно не получалось, потому что школа уже привыкла именно к таким вот профессиональным мамам. И это же легко школе оказалось, легче. Сначала, сначала, мне кажется, был вот такой этап. Потом к этому как-то вот подключились государственные программы. Вот сейчас, например, существуют так называемые, о них многие пишут, проекты, которые обязательно должны дети делать вместе с детьми. Это какие-то в младший класс листы ватмана, на которые надо что-то наклеивать и что-то писать, когда еще ребенок не умеет ни рисовать, ни клеить, ни писать. Их надо делать в каждое воскресенье с каждым ребенком. Но ведь и не в этом только дело. Мне кажется, вообще что-то такое произошло, что школа дико совершенно загрузила семью, дико загрузила родителей. То есть постоянно надо что-то приносить, покупать им, участвовать в каких-то праздниках, вывозить детей, покупать принтер какую-нибудь в школу. Вот, и причем во всех совершенно, даже в очень богатых школах, так сказать, где большие деньги платят родители, все равно какие-то еженедельные поборы и вот такая ебарщина и оброк. Да, меня это тоже поразило, потому что я сначала отправила ребенка учиться в городскую школу, потом в частную, и все равно собираются родительские деньги, все равно все покупается. И самое интересное, что экскурсии, на которые детей выводятся, все равно организуются силами родителей, то есть вот этих же самых неработающих матерей. То есть это какая-то создалась такая новая традиция. Вот она вот создалась, и школа на это все положилась и легла, и лежит. И им хорошо. Нет, им тоже плохо. Я понимаю, у них тоже очень много сейчас проблем. Но у меня есть ощущение, что на самом деле они, то ли они разучились уже как-то вот так учить детей, как учили раньше. То есть когда-то же учили детей неграмотных крестьян. То есть родители вообще никак не могли помочь. То ли все-таки это рынок, и просто как бы в скрытой форме или в открытой форме они пытаются какие-то платежи. Ну то есть, в общем, элемент репетиторства подразумевается сейчас часто уже с самого первого класса. То есть приходит директор на собраниях в хорошей гимназии и говорит родителям, даже не думайте, что дети смогут делать уроки без вас. То есть задания даются, заведомо такие сложные, чтобы дети их не могли сделать сами в некоторых школах. И дальше перед родителями ставится проблема, ваш ребенок не успевает по тому или иному предмету, сделайте с этим что-нибудь. То есть функция, которую вроде бы школа когда-то взяла на себя исторически, она обратно перекладывается на семью. Ну и в конечном итоге уже роль государства, по-моему, на данном этапе, когда ожидается кризис, что-то с ценами на нефть происходит. И вообще вот вся эта общая тенденция консервативная, о которой сейчас вы ее уже упомянули, что на семью обратно переложить как можно больше всего, что вроде бы государство уже перехватило. То есть вот вместо этого когда-то крайнего, может быть, по мнению кого-то, либерализма, который Галантай воплощал в себе, сейчас вернутся наоборот к какому-то крайнему консерватизму, даже архаизму, которого на самом деле в истории России никогда не было. Просто вот они его решили придумать. Поговорим об этом после перерыва. Напомню, что в гостях у нас Ольга Исупова, доцентка и автор демографии Высшей школы экономики. И снова добрый вечер, программа «Археология» в эфире. Переговорим сегодня, такая у нас восьмомартовская тема, говорим о материнстве, об, извините за это выражение, институте мамы, институте матери. Чем он был в Советском Союзе, чем он является в современной России. И с нашим гостем, это Ольга Исупова, доценткафедры демографии Высшей школы экономики, мы, в общем, договорились до того, что сейчас государство и школа в очень большой степени перекладывают на семью те нагрузки, которые раньше были государственными, да? Вот действительно, то есть в каком-то смысле происходит откат, Ольга, да, выходит от советских каких-то таких вещей, которые поддерживали, позволяли женщине работать и... ну да, потому что я даже не могу представить, что вот какие-то были сейчас бесплатные лагеря такие пионерские для детей, да? Нет, ну говорят, они есть, но туда очень страшно детей посылать, и туда только дети неимущих могут поехать. В общем, люди этим практически не пользуются. Нет, сейчас много что есть, формально, бесплатно, но пользование этим настолько усложнено, что люди просто машут рукой и делают то же самое платное, если у них есть возможность. А те, кто реально не может это делать иначе, чем бесплатно, фактически не пользуются этим, именно из-за сложности. Это и в медицине, и это и лагеря, и всё что угодно. И пособия какие-то вот не получают те, кому они положат. Ну то есть куда ни посмотришь, Советский Союз в результате он вот для женщины был гораздо более таким эмансипационным, да, и модернизованным проектом. Потому что вот сейчас как посмотришь, да, глядишь, и аборты скоро запретят, сделают криминальными, сделают пошлины на развод. Вот, Советский Союз в этом отношении, он, скажем, по мировым меркам, по меркам 20 века был достаточно прогрессивен. Ну это смотря какую советскую братья пох, мы уже с вами обсуждали, давайте всё-таки не будем, да. Ну такой пост-пост Сталинский уже. Не будем, во-первых, ещё идеализировать. С которой, да, вышли наши родители, и мы сами 60-е, 70-е, 80-е. Всё-таки давайте идеализировать тоже не будем, потому что женщинам там в Советском Союзе жилось тяжело по-другому, из-за того, что они постоянно стояли в очередях, добывали какую-то там еду и прочие дефицитные товары, что сейчас с них снято. Ну да, памперсов не было. Да, и памперсов не было, и стиральные машины, автоматы отсутствовали, но они были загружены в бытовом смысле гораздо больше. Но они были вот меньше загружены чем-то вот таким искусственным, что сейчас вот можно модно назвать вот этим словом раннее развитие детей, и вот этой страшной гипертрофированной материнской ответственностью, которая вот откуда-то взялась именно за развитие детей. Вот. А в них это поддерживается, то есть очень некоторые любят обвинять женщин в том, что во всём виноваты они сами, ну это как всегда. Вот. Жила-была девочка, сама виновата. Вот. И что они сами гипертревожны, и они не должны столько вкладывать своих детей, и вообще-вообще-вообще. На самом деле, если послушать, то со всех сторон у нас поступают такие сигналы, а сделайте так, чтобы ваш ребёнок выучил математику, чтобы он там не ходил по стенам, чтобы он не пачкал обои. А вот вы плохая мать, и вот как бы, ну давят вот на какие-то такие вещи, которые там, не знаю, архетипически, исторически, культурно заложены, на болевые какие-то точки. А раньше у женщины просто не было возможности, материнство было проще. Когда-то вообще была высокая детская смертность, и там уж Бог дал, Бог взял. Можно, конечно, сказать, что вот да, там традиционно женщина этим всем занималась и много рожала, но у неё и умирало много детей, и никто с неё за них сильно не спрашивал. А сейчас именно с неё за них очень много спрашивают, за всё больше всяких вот элементов. Когда был Советский Союз, ну вот, как многие, кто тогда рожал мне рассказывали, они говорили между, ну, когда ребёнок родился, между кормлениями я к нему не подходила. Что он там пищит, не пищит. У Спока в ранних книжках тоже было написано, 40 минут кричит, не подходить. Ну, потом можно, да. А потом уже, да, ну, потом, видимо, уже пора. Ну, а потому что иначе она бы не успела, всё остальное, эти все пелёнки, всё остальное, весь этот сложный, ну, более сложный, чем сейчас будет. Ну, скажем, женщина пишет кандидатскую диссертацию, а там ребёнок кричит. Ну, так, покричит, успокоится, не прерываться. Или она готовит еду, или она стирает бельё без стиральной машины, в общем, кто что, кто что делал. Но зато, действительно, можно было делать разное. Можно было писать кандидатскую, то есть, как бы, ну, никто сильно за это не ругал. Вот мы всё говорим, женщина-женщина, но фактически в Советском Союзе, да и сейчас, мужчина никак не был вовлечён в процесс успеха. Формально, да, формально никак. Да, то есть, государство всегда вот с определённого времени предпочитало в этом вопросе общаться только с матерью. То есть, вот, действительно, замуж за себя её взяло формально, символически. И так и оставила. То есть, сначала это был элемент какой-то пропаганды, потом, ну, как Сталин, он хотел в том числе и рождаемость увеличить, как и Гитлер, то есть, вот этот орден мать-героини и всё такое. А потом просто стало мало мужчин сначала, потом мужчины испортились из-за того, что их было мало, ну, возможно, поэтому, возможно, по многим другим причинам, в общем, наступила эта эра повального мужского алкоголизма, с ними тоже предпочитали дело не иметь. А дальше тоже просто стала какая-то традиция. То есть, сейчас даже вот может такое быть, что мать-то в семье гораздо хуже, чем отец, но государство всё равно предпочитает иметь дело именно с матерью. Через мать, общаться с ребёнком. То есть, у нас в этом даже какая-то, может, дискриминация мужчины как потенциального родителя, да? Ну, может быть, да, то есть, в его способность никто не верит. Есть материнский капитал, но нет отцовского капитала. Нет, ну, есть отдельные случаи, когда мужчина получает этот капитал, но, как правило, в том случае, если мать лишена родительских прав, пропала, умерла, ну, в общем, совсем-совсем исчезло из ситуации. Ну, здесь вообще можно говорить о том, что в нашем обществе, ну, не матриархат, но, по крайней мере, за воспитание детей отвечает исключительно женщина, да? Как вот часто говорят, сколько же матерей-одиночек, да, что этот ребёнок вырос в однополой семье, мать и бабушка. Да, есть вот недавно тоже священник один высказался на эту тему, да. Как? Ну, ой, в Томске тоже очень плохо высказался, и после этого все оскорбились, и кто-то его даже на дуэль пытался вызвать, потому что оказалось, что он сказал, что матери-одиночки, ну, это там нецензурное слово. А, грех, да, помню, помню, да, да. А все их сыновья, это, соответственно, ну, ущербные люди. Соответственно, вдруг среди очень успешных людей оказалось очень много сыновей-матерей-одиночек, которые все просто сказали, что вот, в общем, ему, я думаю, мало не показалось. Ну, это абсолютно советская такая модель. Есть какая-то статистика, сколько было матери-одиночек, или, скажем, фактически, де-факто, одиночек, может, не до Юры? Ну, наверное, есть, я просто сейчас наизусть не вспомню. Я могу сказать, что там в 45-м году, когда, ну, был максимальный процент рождения внебрака, когда вот сразу запретили и развод, и война сразу кончилась. Там типа 25%, что ли, если я сейчас не вру. А потом падала все время эта вот внебрачная рождаемость, но она падала гораздо, дам, более высоких цифр, чем во всех окружающих странах. Минимальные цифры были где-то в 60-70-е годы, и это было где-то все-таки больше 10%, по-моему, если не вру. Ну, вот по цифрам надо потом будет еще раз посмотреть. А расти она снова начала только в 80-е годы, и с тех пор она только росла, хотя, когда ввели материнский капитал, она опять чуть-чуть уменьшилась. Но максимально она была 30%, где-то в 2000. Там, в общем, сразу перед введением... Внебрачные рождаемости. Ну, матеря-одиночка – это не только внебрачные рождаемости, это понятно. Это огромное количество распадающихся семей. Как некоторые любят говорить, что у нас больше семей распадается, чем создается. Но опять-таки неправильно использую статистику, потому что... Ну, я слышал, что каждый второй брак за больше, чем 50% браков заканчивается разводом. Это не совсем правильно, потому что, смотрите, берутся браки, заключенные в определенном году, и разводы этого же года. И может даже оказаться, что разводов было больше, чем браков. Но разводятся-то не только те, кто в этом году. Ну, понятно, да. Но в США, по-моему, всё-таки ещё выше. Ещё выше? Да, но там и вторичные браки чаще, чем у нас. Да, то есть это самая разводящаяся, самая брачующаяся страна. Но мы сейчас не про США. У нас, да, распространяются, конечно, и внебрачные сожительства, и бог знает что ещё. Но факт тот, что во всех видах семей, которые у нас существуют, хотя мужчины почти всегда присутствуют в ситуации, очень часто, это ещё регионально, кстати, различается, женщина берёт на себя всё или большую часть всего. Даже если мужчины не делают ничего вообще, даже деньги в дом не приносят. Ну, просто какая-то вот такая вот уже пошла дурная традиция. Хотя бывает и совершенно не так. Это российская вообще? Это послевоенная. Ну, вот вы говорили, может быть, у нас, что какой-то культ матери особый, культ женщины. Ну, хорошо, оставим вот эту культурологическую. Но в принципе, потому что я думаю, скажем, повидав какие-то западные общества, это же не так совершенно. Ну, в смысле, с отцовской ответственностью? Да, да, с отцовской ответственностью. Это то, что, так сказать, настолько доминирующая роль женской половины, матери и бабушки в воспитании ребёнка. Ну, я думаю, это всё-таки наша вот сложившаяся так исторически вещь. То есть вот с одной стороны сначала это эмансипация ранняя, эти аборты, это вот приравнивание незаконнороженных детей к законнороженным по статусу, раньше, чем где-либо в мире у нас произошло. В 18-м году. Потом, послевоенное, то, что мало мужчин, брачный рынок нарушенный, соответственно, женщины были готовы за мужчин конкурировать и всё, что угодно делать, и брать на себя всё, а мужчины, значит, вот жили как цари. И когда можно не брать на себя ответственность, в принципе, очень многие люди её и не будут брать. То есть, в общем, это, наверное, проще всего сказать, что это исторически сложилось. До революции, по многим, ну, по каким-то исследованиям историческим, по мемуарам, даже в крестьянских семьях это всё-таки было не так. Потому что, ну, женщина рожала почти каждый год, она уставала, она там вообще мало чего уже иногда соображала. Если бы мужчина не вовлекался в то, чтобы, ну, вот как-то вообще тоже какое-то иметь отношение к этим детям, детская смертность была бы ещё выше. То есть, например, я читала, что был такой вот, как бы, вариант, что ребёнок самый маленький, меньше года, он с мамой спит, а второй, то есть, по младшинству, он с папой спит, а папа соследит, чтобы он там не болел, ничего такого. То есть, не сводилась мужская роль даже только к тому, чтобы учить его там крестьянскому труду, а именно к выживанию, к выхаживанию. Ну, здесь, да, вообще выживание рода стояло больше, чем как бы индивидуальное развитие. И отец, он переживал, когда какой-то из детей умирал чуть ли не больше, чем мать. Ну, это такая конкретная вот история семьи, то есть, возможно, так было не везде, но, естественно, да. Но ты хочу вернуться... Было иначе, не так, как вот потом. Хочу вернуться к тому, о чём вы говорили, вот какое-то совершенно неожиданное такое тотальное материнство, да, вот эта вот ответственность ставали, что если на женщину, что она и то, и это должна сделать. В чём корни этого? Может быть, это какая-то инфантилизация общества, инфантилизация детей? Вот то, что мы раньше сами ходили по кружкам, секциям, находили себе занятия, игры, общались со сверстниками, сейчас это всё заменено институтом таких слишком рьяных родителей. Да, это даже странно, до каких-то очень странных доходят размеров. Например, в Петербурге то ли уже принято, то ли дебатируется закон, что до 18 лет, после там 9 или 10 вечера, дети не имеют права нигде появляться. Должны быть дома, да. Нет, они могут только со своими собственными родителями где-то появляться. А, с родителями. Или законными опекунами. Да, с другими взрослыми тоже не могут. До 18 лет дети, вот если глубоко задуматься, это дети. Раньше люди в 18 лет уже замуж уходили, детей рожали, и сейчас, в принципе, можно. Да, да. Вот, то есть, это принимает какие-то очень странные формы. И откуда это всё берётся, в чьих головах рождаются вот эти мифологические вещи, я не очень понимаю. Да, конечно, исторически существовали там интенсивное материнство, там, вкладывать в ребёнка там по максимуму. Плюс сейчас же ещё и эта конкуренция. То есть, как бы, некоторые, видимо, занимаются этим ранним развитием, потому что они хотят просто своему ребёнку дать хороший старт в жизни, потому что там мало каких-то рабочих мест для бывших ПТУшников и так далее. И вообще хочется, чтобы он у меня был один, но он был бы царь. То есть, вот это же самое. Качество, количество детей. Вот. И это, наверное, влияет. Ну, тут много всего перемешано. Ну, в любом случае, нагрузка на женщину сейчас свалившаяся, она достаточно велика. И при этом, ведь, наверное, женщина гораздо меньше может, больше загружена на работе, потому что та же рыночная ситуация. И это раньше там какая-нибудь контора, там, синякура. Сидела она, ой, девочки, я пойду домой, ну иди. Вот. А сейчас попробую из офиса уйди. Ну, да, да, да. То есть, сейчас, если уж ты работаешь, то ты работаешь. А если ты приходишь на полставки или там, как ты работаешь из дома, это сразу гораздо меньше денег. То есть, рынок – это совсем другое. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что нельзя сказать, что сейчас нагрузка на мать такая вот прямо дико огромная. Раньше никогда такого не было. Раньше тоже было, но раньше было по-другому. То есть, она была физически огромная. И она была естественная. То есть, это было для жизни обеспечение. А сейчас она искусственная и навязываемая. Но мало у кого хватает, ну, я не знаю, там, ума и психологического. А главное, что вот каких-то внутренних психологических защит, чтобы этому противиться, чтобы сказать окружающим, нет, я не должен, я не должна делать для своего ребенка вот это все. Вы мне это навязываете. И ему, и мне это не нужно. И, в общем, вот это давление общественное, оно есть, оно ощущается всеми, оно очень сильное. Вы говорите, на форумах есть такая формула. Ты же мать в одно слово, да? Да, да, да. Причем мать пишут с большой буквы. Или она же мать, как некоторые пишут. Но, да, это как бы такое давление в этой форме, что, ну, ты же мать, как ты можешь? Вечером куда-то там хотеть идти одна, даже хотеть. Ты же мать, ну, значит, вот сиди с ребенком, и все. А пускай другие идут пить пиво. Нет, да, сейчас вот еще другая проблема, как вот так и было, что французская революция произошла не потому, что нужда и бедствие особым образом обострились, а потому, что, наоборот, все было лучше. Люди подняли голову и поняли, что кто-то живет еще лучше. И точно так же сейчас тоже есть элемент сравнения. Появилась достаточно большая прослойка женщин, которые живут по-другому. Если вот в Советском Союзе более-менее все жили одинаково. И более-менее все рожали детей, и child-free это как-то было незаметно, никто этим не хвастался. А сейчас не обязательно они даже называют себя child-free, но это просто свободные женщины, наслаждающиеся жизнью. Они могут не говорить, что они child-free, они могут даже потом когда-нибудь родить ребенка. Но они очень долго его не рожают, они ходят там, развлекаются, они посвящают салоны красоты, они вкладывают очень много и в свое удовольствие, и в свою привлекательность. И это тоже норма, потому что к матерям это тоже все относится. Ну или даже делают карьеру здесь. И даже это, и даже такое бывает, конечно. Вот, то есть есть столько возможностей, а получается, что вот это интенсивное, искусственное, еще раз повторю, материнство, оно эти все возможности обрезает или очень сильно сокращает. Ну то есть да, сейчас получается, что материнство становится, как и дети, становится выбором. То есть если это раньше было некой такой обязанностью человека перед обществом. Это было частью контракта. Да, то есть вот у тебя есть это, это и это, и тебя на все на это хватит. Обязано хватить, но с другой стороны, ты нигде не обязана выкладываться на 300%. То есть ну как суровый закон в России и так далее. А тут вот получается сейчас, что надо выложиться и на работе на 100%, и в материнстве на 100%. Ну поскольку тебя и там, и там не хватает, ты выкладываешься в общей сложности на 150%, ты замученная, и все, в общем, как бы сил не хватает, и все равно ты плохая, ты и там плохая, и тут плохая. Ну правда, это тоже в Советском Союзе было, если ты очень старался. Продолжим наш разговор о тяжелой, но прекрасной судьбе женщины в постсоветской России после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как мать говорю и как женщина. Говорим о судьбе женщины, о судьбе материнства, об эволюции образа и, ну так скажем, института, если социологически говорить, а у нас социологический разговор, института матери в современном российском обществе. И в гостях у нас доцент кафедры демографии и высшей школы экономики Ольга Исупова. Ольга, ну ведь появляются еще очень большие такие новые давления, точки давления на мать. Вот, скажем, ювенильная юстиция, давление со стороны органов опеки. Как вы к этому относитесь? Потому что вот я, например, даже знаю каких-то знакомых своих, там, предположим, давит там человека в таком оппозиционном движении, в протестном и, так сказать, и постоянно давление с стороны органов опеки. Ах, вот ты на митинги ходишь, а мы у тебя ребенка отнимем. Ну да, это такое явление есть, но к нему, по идее, люди относятся очень противоречиво. Как раз перед началом киевских событий я была в Киеве на одной конференции, посвященной как раз наступлению консерватизма, происходящему, на самом деле, во многих, вот, постсоветских странах и восточноевропейских, и так далее. Тоже это не случайно. И когда я там сказала про эту ювенильную юстицию, мне сказали, ну, вообще-то, мы с этим осторожны, потому что в Евросоюзе она тоже существует, и с ней, как бы, ну, нельзя так однозначно бороться, потому что действительно бывают такие случаи, когда лучше ребенка в семье забрать, помочь ему как-то. Ну, и действительно бывают ужасные случаи, но почему-то в нашей стране слышишь об этих ужасных случаях только, когда они уже случились. И среди моих знакомых я слышала массу ситуаций, когда приходила опека, когда это было кому-то надо, грубо говоря, возникало ощущение, что кто-то за это заплатил. И когда она не приходит, когда семья просто плохо живет, когда там муж периодически угрожает, там, кого-то избивают, денег в семье нет, или там какой-то алкоголизм, потому что ну, кому они нужны. А органы опеки, это куда ребенка берут? Они в детский дом. В детский дом, да? Все прекрасно, детский дом тоже должен существовать, ему куда-то надо. А не разные детские дома? Какие там условия? Или все-таки это изначально такой достаточно жесткий институт? Ну, я думаю, что они, конечно, разные, потому что у нас все, ну, как бы зависит от людей, которые там работают. Нет, но известно же, что если ребенок там с рождения, то в любом случае там у него начинаются какие-то особенности в развитии, потому что первый год жизни ему там много чего нужно. Если он туда попадает, будучи насильно отнятым из семьи, там, в пять лет, в десять лет, он, конечно, от этой травмы еще может как-то более-менее это все преодолеть, потому что мы все, в конце концов, какие-то детские травмы преодолеваем. Но вы совершенно правы, приходят к тем, кто там в оппозиции, или к тем, кто с кем там, соседи плохо. Ну вот у меня есть знакомые, к ней пришли, потому что соседи на нее эту опеку наслали, но у них все хорошо оказалось, никаких детей не отняли. Случай в интернете, женщина жалуется, что она куда-то написала жалобное письмо, у нее трое детей, что ей, она в провинции, ей не выплачивают пособие, какое-то ей полагающееся, там, как матери одиночки, и как многодетный. И к ней пришла опека и сказала, ну что, вам денег не хватает, тогда собирайте в среднем, мы его заберем в детский дом. То есть вот используется это, да, как некий репрессивный орган, орган запугивания, по крайней мере. То есть это пока еще не происходит. То есть чаще всего просто вот приходит, что припугнуть. Я не знаю, как у оппозиционера забирает ли, реально, но мне что-то кажется, что пока еще тоже. В основном запугивает. Да, это орган давления, скорее. Да, да. Это один из таких... Ну вот это вот мы снова выходим на эту тему биополитики государства, то, что государство начинает очень активно вмешиваться в частную, в приватную жизнь граждан. Это да. Вплоть до того, что заглядывает к ним в постель, смотрит, какие у вас сексуальные привычки, нет ли у вас девиантного сексуального поведения и так далее. Вот об этом хотелось бы поговорить. Да, и вот еще раз этот термин сказать. Я вот сейчас сам этой темой очень много занимаюсь в академическом смысле. Биополитика, да. Это вот термин, который в свое время ввел Мишель Фуко. И он прежде всего вот в этом смысле Фуко говорит о тех случаях, когда государство начинает расширять свои полномочия в те сферы, в которых раньше не вмешивалось. Вот это эти самые политика семьи, политика репродукции, политика там абортов, регулирования абортов. Налог на развод, налог на бездетность, гей-пропаганда, ограничение просмотра фильмов. Вот это вот сколько? 12 плюс, 6 плюс, 16 плюс. Закон, я не знаю, против вот эта вся компания против педофилии. То есть вот это все такие черты. Вот Ольга, что она, о чем это свидетельствует для вас? Что государство, является ли вот вы как человек, уже много лет занимающийся вот этими гендерными исследованиями? Для вас это сюрпризом явилось? Такой вот биополитический поворот, консервативный поворот в нашей жизни в течение последних двух-трех лет? Ну и да, и нет, потому что на самом деле это с одной стороны закономерность. То есть везде, где происходили успехи, сначала там либерализация сексуальной, там гендерной и всякой разной, потом наступал этот вот консервативный откат. Это было и в Америке, например, и до сих пор так и осталось. То есть там вот этот христианский пояс, и там есть ли те либералы, и они друг с другом так и ведут эти свои войны. Но это же может везде по-разному получиться. Взять там ту же Польшу, где просто сразу раз, запретили аборты, сразу раз, и все стали католиками, и там, говорят, католические священники вот реально ходят по домам и спрашивают, а почему мы сегодня на какой-то праздник не пошли в церковь? Вообще смотрят, как люди живут. Это, по-моему, еще круче, чем та опека, о которой мы только что говорили. И есть в то же время и сопротивление. Есть люди, которые какие-то демонстрации на улицах делают и тому подобное. Это тостит, происходит везде. В этом есть закономерность. На самом деле, конкретные формы, которые это примет в каждой стране, они зависят от того, что в этой стране происходит в остальных отношениях. И тут, конечно, трудно не выйти на тему, что же будет в нашей стране в ближайшее время. У нас, вы знаете, мне кажется, в этом какой-то дикий совершенно абсурд, потому что если бы вот эта вся биополитика, подкреплялась социальной политикой государства, если бы увеличивались льготы, пособия, увеличивалось число школ, поликлиник, женских консультаций и тому подобных вещей. Но когда одной рукой государство как бы затягивает пояса на гражданах и предлагает, что у вас было пять поликлиник, останется одна, а больница будет в 50 километрах, а пять школ мы сольем в огну, а с другой стороны, говорит, плодитесь и размножайтесь, и, так сказать, там аборты не надо, контрацепцию тоже не надо. Я в этом вижу очень четкую логику. Государство просто переходит от языка помощи к языку угроз. И вот оно больше не хочет на это тратить деньги, но оно все равно хочет, чтобы мы это делали. Оно нам платило материнские капиталы, и, видимо, результата недостаточно. И вот, наверное, оно, ну, в кавычках, обиделось и решило, ах так, ах вы так, ну тогда мы так. То есть есть идеи, которые ходят в определенных, там, политических кругах, о том, что лучше всего увеличивают и рождаемость эффективнее всего, именно запрет на аборты. Это совершенно неправильная идея. Ну и вот всякие другие такие запреты. Это неправильная идея, она нигде демографически не подтверждена. То есть это приведет просто к тому, что аборт уйдет в подполье? О, есть масса примеров, да. Во-первых, аборт уйдет в подполье. Во-вторых, в Польше, где они запрещены, рождаемость ниже, чем в России. В-третьих, даже если они пойдут по пути, там, полного фундаментализма, там, не знаю, просто вернут религию в массы, просто полностью, и внесут, не знаю, будут на улицах там, грубо говоря, расстреливать, извините, уже, не знаю, надо ли это говорить, за все отклонения от этого всего. Все равно наши люди уже знают этот вкус свободы, они уже никуда от этого не денутся, потому что есть две стороны, мусульманские, Иран и Афганистан. Читал про них недавно очень много. В Афганистане действительно очень высокая рождаемость, 7 человек там на женщину и так далее, но это потому, что они не успели этот вкус свободы почувствовать. Они фактически при свободе никогда не жили. Иран же успел модернизироваться. И там и рождаемость низкая. Да, женщины надели чадру, но они ходят девушки в ночные клубы, те же самые кушают наркотики, за которые там по идее расстреливают. И в ночных клубах они без всякой чадры, и там они знакомятся с мальчиками, и у них свободная сексуальная жизнь, пока они не вступают в брак. Потом женщины заканчивают университеты, очень высокий у них уровень образования, работают почти, ну, то есть большой процент работающих женщин. И низкий уровень рождаемости достаточно. То есть все это идет на уровне лицемерия. По улице все ходят в чадре, и если ты просто пройдешь по улице один раз, ты подумаешь, что разницы с Афганистаном нет никакой. Ну, вот этого можно у нас добиться. Ну, только будут там не чадра, не знаю, какие-то платки, или что они там придумают, кокошники. Плотки, да. Но внутри себя люди найдут способы. Потому что главное, что большинство населения не хочет жить так, как они говорят. И даже многие подозревают, что они сами этого не хотят. Потому что вот лидеров этого всего, всех-всех консервативных высказаний все время подлавливают на том, что их собственная семья живет не так, как они говорят. Собственная семья обычно в Америке. Да, или там еще где-нибудь в аналогичном месте. Как сейчас у Ирины Родниной, такое тоже было забрало. Оказалось, что дочь, так сказать, там защищает, получает премии за защиту гея-права. Да, 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 да. В Америке. Вот, то есть это не может никак получить. То есть, ну да, здесь мы придем к очередному изданию такого государственного лицемерия, да, двоемыслия, которое было в Советском Союзе, и, так сказать, когда на улице все будут креститься, стоять в очередях пояса Богородицы Даром Элхлов, а на деле... А ведь на деле же Россия по-прежнему остается, по-моему, одной из наиболее раскрепощенных и либерализованных, так сказать, сексуально и... Ну, гендерно не скажу, но именно сексуально, да, либерализованных стран. Ну, остается, но просто... Ну, они же хотят еще упразднить там сексуальное образование в школах, соответственно, это будет приводить к тому, что, наоборот, ну, конечно, все равно этот секс останется, скорее всего, но просто люди не будут уже ничего про это знать, будет больше абортов, больше заболеваний, передающихся половым путем, больше нежеланных детей, с которыми непонятно, что, если они все-таки родятся. Вот они сами не знают, что они с ними будут делать. Вот что поражает еще вот в этой современной пропаганде рождаемости, а куда девать этих детей? У них есть для них рабочие места, даже если они вот вырастут. И вот даже школа, ведь были же высказывания, почему школа такая, а вот мы не хотим, ну, за этим вот просто стоит, чтобы все получали высшее образование, мы хотим рабочий класс. Куда пойдет этот рабочий класс? Где она, вот эта вот сталинская индустриализация, куда весь этот рабочий класс шел? Куда они сейчас пойдут? Они, если они, вот если в страшном снисе представишь, что все, что они хотят, получится, то начнется с того первая болевая точка. Если они действительно всех поселят в квартиры с тремя поколениями, и где женщины будут много рожать детей, и будут жить бабушки и дедушки в той же самой квартире, и работать будет только папа, а папу они, наверное, прикувят цепями к этой семье, потому что иначе он, конечно, если захочется оттуда сбежать, то тут уже будет огромное напряжение, из-за которого люди могут и на улицы выйти, и что угодно сделать. Если они не переубивают друг друга, то они обратятся против кого-то еще. А следующий момент будет, как в Египте, как во всех этих мусульманских странах, когда подрастет это несчастное поколение, которое непонятно зачем родилось. Получит, работает, да. Да, как вот в Ливане говорят, кто-то начался самосожжение от того, что какой-то молодой человек просто потерял место уличного торговца, и ему просто было уже совсем некуда податься. И он вот от этого совершил такой протест. Так, от протеста, с этого началась революция. Они, по-моему, не очень понимают, что они делают. Или я не понимаю, чего они хотят. Вы знаете, мне кажется, пытаясь понять эту логику, мне кажется, что они думают о населении как о ресурсе, о детях как о ресурсе. Вот как раз вот этот страшный, да, антидетский закон, антимагнитский закон. Это что же, да, дети-сироты используются как ресурс. Вот у нас есть нефть, и мы, скажем, там можем Украине открыть кран, прикрыть кран. Или там Словакия какой-нибудь или Венгрия. А вот есть дети-сироты, тоже можем открыть кран, можем прикрыть кран. Дадим американцам, не дадим. Вот. И точно так же к нашему населению и к женщине относятся как к ресурсу. А вот смотрите, вот у нас как дойная корова есть, а нам бабы еще, так сказать, детей нарожают, да, у нас войны впереди предстоят. Да, да, да. И вот мне кажется, что вот это отношение к населению как к ресурсу, от этого весь этот дискурс идет, и что, так сказать, россияне вымирают, и меньше нас становится. Вся вот этот вот демографический алармизм. Ну, у нас действительно становится меньше, но далеко не только нас, и при этом алармизм такой сильный присутствует, в общем, мало где, кроме как у нас. И да, вы правы, боюсь, что милитаризм какой-то в этом явно заложен, как-то не печально. Но они не понимают вот ресурс. Нефть, она вот нефть, она такой ресурс простой, вот она либо есть, либо ее нет, и у нее там только нефть. Нужно хранить, она денег не просит. И, кроме того, она вот бывает там трех или четырех видов качества, и все. А дети, женщины, люди, они бывают вот такой огромный, может быть, диапазон. То есть, дети, которые выросли в детских домах, они иногда не знают, как, ну, если их вот так растят еще, как ложку до рта донести. Или, ну, в общем, они очень плохо адаптируются к жизни. Они там, даже если они более-менее еще нормальными выращены, и им там дают какую-то комнату, они тут же продают, пропивают эти деньги, проедают, и дальше не знают, что делать. Они плохо устраиваются на работу и тому подобное. То есть, если они рассчитывают, что, ну, главное, что человек есть, и тогда можно его там продать, отдать, использовать. Ну, да, в армию и так далее. Можно использовать по-разному. То есть, я не уверена, что этих детдомских детей даже в армию можно эффективно использовать. Смотря как, конечно, смотря в качестве чего или кого. Вот. То есть, как бы ресурс, ну, они разные же говорят вещи. Они, например, сегодня сказали, что всех детей можно научить математике. Поскольку у моей младшей дочери большие проблемы именно с математикой, хочется много ругаться. И вот как они будут учить математике вот этих вот детей? То есть, вот у них такие противоречивые вещи звучат. Мне кажется, поэтому все-таки они до конца вот едины какой-то, пока концепции не имеют. Ну, да, я пока что вижу действительно только такой ресурсный подход. У нас ресурсное государство, и вот это вот, видится, еще один такой демографический ресурс. Ну, вот упрощают они очень. Да, смотрят количественно, а не качественно. Вопрос не ставится, как эти, так сказать, ну, хорошо, сейчас демографическая политика, там пронаталистская политика. Положим, ведут на государственное православие, запретят аборты, запретят контрацепции, сколько Бог послал, нарожают детей. А дальше-то, собственно, Что с ними делать? Что с ними делать? Кто будет содержать, кормить в условиях, так сказать, растающего дефицита уже природных ресурсов и так далее? То есть, вот эта вот логика, она очень, она ведь идет из... Она не всесторонняя, она не системная, вот. Она, мы здесь возвращаемся к архаизму, она идет из той эпохи, когда дети умирали, каждый второй, да, и когда стояла, шла речь о выживании рода. Ну да, да, отчасти. То есть, они возвращаются к каким-то библейским, аврамическим таким вещам? Ну, это с одной стороны. С другой стороны, это идет вот к сталинизму и, так сказать, к оппоненту Сталина, то есть Гитлеру, что вот надо рожать солдат. То есть, все-таки боюсь, что есть вот там элитаризм какой-то. Да. Не хочу в это верить стопроцентно, но боюсь, что это так. Да. Семья вообще в современной России, возможно ли восстановить, воскресить институт семьи? Ну, это, честно говоря, даже чуть-чуть смешной вопрос, потому что институт семьи, это институт семьи. Нет, он поддерживается другими государственными институтами. Вы имеете в виду семью как что? Ну, я вот один раз... Семья как основной какой-то... Почему вопрос? Потому что я вижу, что государство сейчас, избавляясь от своих социальных обязательств, от медицины, от ухода за стариками, от ухода за детьми, все хочется перевалить на вот эту вот большую российскую, дружную российскую семью. Да. Можно ли действительно у нас поставить семью в центр нашего социума, в центр мироздания? То есть, вы имеете в виду такую традиционную семью, так называемую? Да, да. Институт традиционной семьи воскресить? Да нет, думаю, невозможно. Я же говорила об Иране. Ну, нет, это не нужно никому. Люди этого не хотят. Они хотят жить не так, у людей, наоборот, атомизация происходит. Каждый, в общем... И, кстати, чем труднее жить, тем больше она происходит, тем больше... Ну, опять все стремятся. Это же произошло еще в 90-е годы. Разводы увеличились именно тогда. Я вот выжить один могу или одна даже могу. Даже часто женщины бросали мужчин. Вдвоем нам уже тяжелее. Если нам легче вдвоем, хорошо сошлись. Как только стало тяжелее, опять разбежались. То есть, на самом деле, вот такая нестабильная рыночная ситуация, она соверш... Вот. Тут проблема в том, что рыночная ситуация совершенно этому не способствует. Традиционные такие большие институты, когда все долго живут вместе и не распадаются, это первобытный струй, когда просто трудно, иначе, чем 40 человек, собравшись, скопать какую-то... Вы это наверняка знаете, как-то специалист по северу, какую-то там тяжелую северную землю вести там хозяйство. Там, да, там они поневоле. То есть, там и колхозы, поэтому, наверное, прижились лучше, потому что там только большой толпой можно было вообще что-то сделать. А как бы вот наша нынешняя ситуация, она наоборот способствует одиночкам. Одиночкам легче выжить. И семья, да, и семья, кроме того, такое, знаете, появляется проектное мышление. Ну да. Скорее, люди объединяются ради какой-то там рождения детей или как там, улучшения материального положения. Ну и на время, да. Вот какие-то такие, да, или на время какое-то вот так вот проектное, что у проекта есть начало и есть конец. Это как в работе же то же самое. То есть вы знаете, что... Ну вы же сами знаете, что это и в работе сейчас так же. То есть как бы очень часто не большую такую фирму навсегда создают, а вот что-то создаётся под проект. А дальше как пойдёт. То есть не обязательно ставится конец. Но по принципу как пойдёт. Ну человек, да, это вообще эпоха постмодерна. Человек и к государству, и к нации так относится. Ну да. И к соседу. Уби-бени, иби-патрия. Да. Вот, где хорошо там и родина, и где, так сказать, хорошо там и семья, где хорошо там и работа. Они же поэтому вот и стремятся не просто к семью, они же ценности хотят традиционные возродить. Ну вот пока именно ценности. Ну я не знаю ни одного примера, где бы это произошло удачно. Это временный, вы считаете, вот этот вот консервативный поворот? Или мы действительно движемся на всех парах к этим антиутопиям Сорокина? Мы движемся, конечно, к чему-то плохому, мне кажется. Ну, конечно, наверное, я не хочу всё-таки так думать, но это будет не так. Нет, мы не сможем жить опять вот в этом Средневековье. Ну вот пример же этого Ирана перед глазами, и Египта, и всех остальных этих стран. То есть даже когда люди приходят с консервативной идеологией, они делают всё равно несредневековую жизнь в результате. И я не знаю, чем это кончится, может, кончится чем-то даже более плохим, чем Средневековье, но вот самого Средневековья нет, не будет. Самого не будет. Ну да, мы очень хорошо умеем рисовать фасады, но за нарисованными фасадами мы живём совершенно по-другому. Вот вы упомянули север, да, что я там севером занимаюсь, интересуюсь. А вы знаете, что на севере матриархат очень часто, потому что там настолько высокие риски в традиционных северных народах. Это у чукчи, у эскимосов, у юкагиров, у ивенов, ивенков. У них очень часто встречается до сих пор матриархат, потому что очень высокие риски выживания, для выживания мужчины. Поэтому роль главы рода берёт на себя женщина. Ну, не знаю, я вот такого не слышала. На самом деле, есть же разные там споры, что матриархата в чистом виде вообще никогда не было. То есть одно дело материнский род, а другое дело прям вот совсем власть женщин. Мне кажется, у мужчин там тоже есть какая-то роль серьёзная. Нет, есть, но если посмотреть антропологию, историческую антропологию северных народов, там гораздо чаще встречается матриархат. Материнский род? Да. Давайте уж тогда точнее. Ну, да, я как и встречал название матриархата, женщина занимает главенствующую позицию и до сих пор принимает основные решения там, я не знаю, по выпасу оленей и так далее. А вот в России в этом смысле женщины играют какую-то особую роль? Потому что, вот смотрите, я в завершении уже нашего эфира и так вырулить немножко на тему 8 марта. Да-да. В каких-то социальных ситуациях, таких институтах женщина очень часто является инстанцией, принимающей решения. Кто организует очередь? Вот один из главных институтов российской жизни, сейчас все меньше и меньше, но все равно женщина, вот какая-нибудь такая вот протоискательница выйдет и всех построит. И, собственно говоря, та же самая семья, кто воспитает ребенка, кто построит все, кто поставит, это будет женщина. Я бы даже сказала, что у нас, в России сейчас так сложилось, что все решения среднего уровня, вообще даже в государстве тоже принимают женщины, потому что если посмотреть на организационных работах, то есть где надо все организовывать, сидят в основном женщины. То есть вот начальники мужчины, но его личный помощник очень часто женщина, именно она на самом деле все делает, а он выполняет функцию вывески. То есть да, мой ответ да. Но хорошо ли это или нет, я не знаю, потому что у женщин тоже есть свои недостатки, не хочется это говорить в преддверии 8 марта. Да, да. А что такое для вас 8 марта? Это какой-то реальный праздник, вы что-то в него вкладываете, или такое некое наследие советского всей этой Клары Цеткиной и Александры Галантай? Я, наверное, такой человек противоречивый, ну точнее системный, то есть у меня там есть и так, и так. То есть с одной стороны, да, и советский, да, и советский в смысле Цеткиной и Калантай, и в смысле, что тортики, там, шампанское и всякие такие пьянки на работе. И то, что ждешь от кого-то, что кто-то что-то подарит, и еще какой-то вот мой личный опыт, что очень долго в моей юности я вот этого никак не могла дождаться. Даже если у меня кто-то в этот момент был, именно 8 марта была какая-то ссора, то есть вот для меня это плохой праздник. Ну какой-то несчастливый период года. То есть вот уже 9 марта эта ссора, как правило, заканчивалась, но именно 8-го было плохо. Но этот период жизни прошел, я думаю, у вас уже более такие позитивные экспириенсы, связанные с 8 марта. Ну что ж, я думаю, что нашим слушателям и слушательницам тоже пожелаем таких более позитивных опытов с 8 марта, как бы не относиться к нему, к советской эмансипации, к постсоветской роли женщины. Все-таки это праздник и еще один дополнительный повод сказать самым близким, любимым людям о том, как мы их любим. Я успеваю еще сказать пожелания. Я тоже хочу нашим женщинам пожелать жить своим умом и поменьше поддаваться давлению общества. Потому что это совсем неплохо и, в общем-то, нам обычно приходят в голову вполне здравые мысли. И надо уметь, и в том числе, и в роли матери, как бы делиться на 4 и делать только то, что именно вам самой кажется нужным и важным. Прекрасные пожелания. Будьте счастливы. Прекрасные пожелания, по которым я могу только присоединиться. Это Ольга Исупова, доцент кафедры демографии Высшей школы экономики. Я Сергей Медведев. Это программа «Археология». Доброй ночи и удачи. «Археология».